всем привет это западная сибирь самое начало сентября ну а видео будет для тех кто любит экспериментировать кто любит картофель и блюдо из него это как бы продолжение видео предыдущего зачем на даче выращивать картофель ну и зачем же друзья на даче выращивать картофель ну конечно же затем чтобы потом его есть почувствовать вкус различных сортов картофеля и от души насладиться а как же вкусен картофель когда идет уборка участка и ты запекаешь его на углях ежегодно высаживаем по 4 сорта картофеля по килограмму который продается в дачных магазинах экспериментируем вот и в этом сезоне мы высадили 4 сорта друзья у нас было очень и очень жаркое лето засушливая 4 месяца без осадков 1 небольшая гроза в июле и трехдневный дождь который принес нам месячную норму осадков в начале августа это простой дачный участок обычная земля супещаная нет здесь никаких удобрений мы стараемся выращивать для себя овощи и не только овощи и ягоды без излишней химии вот посмотрите что у нас получилось такой засушливый год сорта было 4 1 из них синеглазка сорт известный вовсе не новый вот такой урожай дала синеглазка в этом жарком засушливом сезоне вполне себе крупные плоды вот как я понимаю у нее синие глазки этот сорт мы высаживаем впервые на пробу попробовать каков он в блюдах синеглазка можно сказать дала урожай вполне себе приличный слишком мелкого картофеля под кустами не уродилась только под отдельными кустами второй сорт звался к лет и и вот он то вовсе нас не порадовал картофель красивый ровный светло-желтый снаружи желтый внутри но посмотрите сколько мелочи после сильных осадков отдельные картофелины начали гнить вот такой сорт к лет и третьим сортом был алладин этот алладин нас удивил больше всех у него под каждым кустом совершенно разные плоды не одномерные я так полагаю что алладин должен быть вот таким крупным так вот этот самый алладин в начале нарастил крупные плоды так мы поняли а затем после сильнейших осадков начале августа он зацвел на отдельных стеблях и и начал наращивать очередную партию мелких плодов кусты стоят до сих пор зеленые огромные разваливающиеся высокие мы подкопали на пробу три куста остальные оставили на доращивание картофель решили выкопать раньше через неделю у нас начнутся осадки и он может начать портиться ну а так как мы выращиваем его для души на пробу экспериментируем они как урожай на хранение зимой мы его и выкопали тем более что у нас соседи огромные плантации картофельные очень сильное поражение в этом году колорадским жуком хотя они свой картофель опрыскивали я не могу конечно показать это да и не нужно остались одни стебли все съедено ну а мы жука в несколько приемов собираем вручную потому что высаживаем небольшое количество кустов и вот аладдин у нас стоит до сих пор еще кусты зеленые ну и кто же оказался победителем в этом сезоне ну а первое место я отдаю сорту который показывала в предыдущем видео видео называлось зачем на даче выращивать картофель сорт новый называется инноватор ничего лишнего под каждым кустом уродилось 6-7 крупных плодов и и почти повсюду один из них был вот такой уродливый но очень очень большой и никакой мелочи ну а так как посадочный материал фасуется по килограмму а в килограмме обычно 11 12 или 13 плодов то с 12 кустов инноватора мы накопали немножко не полный мешок картофеля картофель оказался очень вкусным сразу после выкопки при варке не разваривается но количество крахмала в нем достаточное высаживаем для себя картофель с повышенным содержанием крахмала чтобы он был разваристый вот такой получился эксперимент сезоне 2021 года еще раз скажу что инноватор нам понравился и по вкусу и по урожайности я думаю что если бы было достаточное количество осадков то и плодов под каждым кустом было бы гораздо больше не 6 и не 7 но последнее место занял сорт картофеля под названием калет и может быть он и вкусен но поведение сильную жару и засуху нам совершенно не понравилось вот друзья с этой целью мы и выращиваем на даче картофель но какое это удовольствие когда самом конце сезона когда выкапываем картофель начинаем прибирать дачные участки запекаем его в костре костры друзья разжигать для сжигания дачного мусора рекомендуется у нас выкопанных ямах осенью запрета нет запрет на сжигание весь май весь июнь ну а я желаю всем хорошего настроения выращивайте друзья картофель кто сказал что он вреден для здоровья я так не считаю от поедания этого овоща можно получить огромное удовольствие не обязательно делать блюдо из него ежедневно еще раз покажу сорта поближе синеглазка с фиолетовыми глазками калет и очень ровно и красиво и чисто внешне аладдин с крупными плодами розовый снаружи желтый внутри победитель конкурса много сорт картофеля инноватор всем друзья до скорых встреч